Так, дорогие друзья, я знакомлю вас с лидером моего хит-парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Ялте с цветами и тюльпанами, которые я назвала «Белая лебедь». Кто не согласен, пишите, придумывайте своё название. Да, посмотрите, какая роскошная красота, бело-зелёная. Да, сейчас я вам покажу настоящее название. А то у вас ведёт заблуждение наше, Зинаида. Супер-парод, не вижу, парод, что-то такое. Короче, надеюсь, вам видно. Сейчас я попробую приблизить. Во-во-во-вот, вот. Видите, как называется эта красота? Так, супер-парод. Я с английским не очень дружу. Короче, белая лебедь. Супер-белая лебедь. Супер-белая лебедь. Необыкновенно. Конечно, здесь ещё ряд тюльпанов, которые только набрали бутоны. Но сегодня, сейчас у меня уже со второй газеты пришли, снимали. Я сегодня в центре внимания. Потому что художников больше здесь нет. Только одна земля. А художникам здесь ход бесплатный, между прочим. Так, кстати, друзья, здесь ход бесплатный художникам. А так 500 рублей. Но проверяют краски и бумагу. Да, документы, краски. Несёте мольберты, краски, бумагу. И всё. И вас пропускают в Никитский ботанический сад. Понимаете, какая прелесть. Это, видимо, только на сегодня, на парад тюльпанов. На открытие, да. Думаю, что это не каждый раз. Пенсионерам 200 рублей вход. Да. Тоже хорошо. Так что не забывайте с этим членом удостоверения. Сейчас мы дорисуем эту белую лебедь. И пойдём смотреть водопад. Там пофотографируем. Ирина присоединилась к нам. Вижу. Спасибо. Я комбинирую, как вы видите, для композиции. А вот у меня вот этот цветочек, вот в этой позиции, очень хорош. Но я его немножко завуалирую, потому что его рисовать в такой позиции сложно. Кто ещё только присоединился первый раз, у нас, видно, на стене уже два эфира. Посмотрите, я вам покажу вот эту роскошь разноцветную. Всё. Это необыкновенное зрелище. Да, но эти белые, конечно, очень живописные. Самое. Да. Обратите внимание, я сегодня обратила внимание, все люди, которые ходят вокруг тюльпана, все улыбаются. Представляете, это какое... Они даже не замечают, но они все улыбаются. Это так красиво, это так... Красота, конечно, влияет на наше состояние эмоциональное, очень здорово. Давайте ещё покажу. Мне так хочется вокруг Индзинаиду показать. И вот эти красавцы, посмотрите, какие интересные. Всё, возвращаемся к рисунку. Сейчас будем уже без отрыва смотреться, и Индзинаиду будет рисовать акварель. Да? Да, а вот как нарисовать белые тюльпаны, да? Потому что я рисовала уже тёмные тюльпаны. А как белые нарисовать? Сейчас я поднимаю. Давайте, знаете, что можно я возьму сюда стульчик поставлю? Потому что у меня наша камера трясётся, надо мне устойчиво сесть, чтобы рисовала, показывать. Пока я тут поможу. Ой, как я смочила красочку. Как вам сказали, художники-передвижники, передвигаемся, потому что надо сюда. Так, сейчас, извините, чтобы стульчиком тут по голове не попал. Осторожно. Перемещаюсь. Потому что мне стоять на колуне тяжело. Руки трясутся. А вот сейчас я буду применять другой приём. Я все три приёма вам показываю разные. Так вот, этот приём мы рисуем по-сырому цветы, а фон потом. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно смочить наш фон. Обратите внимание, капиллярная ручка, она размазывается, растекается. Специально сделала капиллярная ручкой фирмы Берлинга. Я специально сделала, потому что это дополнительный какой-то интересный. У меня даже есть белила темперные, взяла на всякий случай. Но я их использовать не буду. Вот, смотрите. Сначала смачиваем. Потом тоненькой кисточкой наводим цвет. Очень тёплый. Сейчас уберу в сторонку, пододвину красочки. И буду сначала добавлять те оттеночки, которые чрезвычайно нежны. Это жёлто-зелёные. Вот, видно, да? Да. И вот здесь вот они. Сначала жёлтым цветом делаю. Немножко больше у нас ветра стало. Ну, так, вот свежо как-то. И хоть и солнышко, а сегодня непогода. Вчера была непогода, стой, теплый ветер, сильный шторм даже. Но сегодня хоть и так потише и дождянет. Да, но мы сегодня всё равно сделали подвиг. Первый раз за три года мы выехали в Никитский ботанический сад. Да, мы всё собирались каждый год, отменялись наши поездки. Да, это удивительно, потому что всё занимались хозяйственными делами. А тут решили вчера, что нам просто необходимо увидеть тюльпаны. Увидеть тюльпаны. Потому что завтра у нас с вами, друзья, бесплатный вебинар. Мы будем рисовать, графики, махровые тюльпаны. Вот всё время говорю, напоминаю, чтобы побольше пришло людей завтра рисовать. Будем с вами уже подробный будет урок. Сегодня мы смотрим, как наброски художник делает на планере. То есть это такой быстрый рисунок с натуры. Ну, надо сказать, что Зинаида в декоративной манере рисует. Это, наверное, хотя и ботанической можно назвать даже где-то живописью. Живописная. Но всё больше, наверное, иллюстративный жанр. Потому что мы здесь свет тень не учитываем, а всё равно даём его произвольно. И мы даём композицию такую, которая может отличаться от традиционной композиции. Зинаида, знания этих композиционных приёмов, даёт нам широкую позицию рисовать. И в графике, и в акварели. И, смотрите, и линер может быть с цветными карандашами. То, что вы завтра увидите. И линер может быть с пастелью. Все эти графические приёмы, они чрезвычайно интересны и легки к применению. Вот обратите внимание, вот как долго я рисовала этот этюд. Ну, совсем недолго, да? Конечно, я вот рисую по приезду. А сейчас я сделаю фон. Я буду делать противовес нашему цвету. Фон будет у меня тёплый. Рядом с такими холодными оттенками. Так, тёпленький фон сделаем мы. Какими сложными, коричневыми. На дом уже можно детали прорисовать, да? Когда высохнет уже линером поработать можно нам. Давайте какие-то штрихи нанести. Заключительные. А другой зелёный взяли, да? Ну, здесь у меня и коричневый. А, с коричневым. Это и фиолетовый должен быть, чёрный и фиолетовый цвет присутствовать. То есть, здесь я оттеняю светлую часть нашего бутона специально поярче. Можно обойтись без фона. Можно сделать его фрагментально, так как это мы работаем в декоративной технике. И вот здесь я не буду залазить далеко. Почему? Потому что я сверху пройдусь ещё линером. И вы завершающую картинку увидите уже. Да, мы выложим уже потом на стене. То есть, пока она имеет такой сырой вид. Но я вас уверяю, что когда она высохнет, она очень сильно изменится. Вот таким другой приём совершенно. Видите? Здесь уголочек светлый останется, да? Да, можно светлым цветом. Можно добавить немножко. Вот чуть-чуть. Вот так мне нравится больше. Да, добавить. Обратите внимание, я сегодня рисую не то, что полсилы, а вообще полсилы. Для того, чтобы нам... Матрочку. Да. И вот эти полсилы, они дают очень яркую цветовую характеристику. Возможно, здесь можно добавлять и, например, такие вещи, как добавлять белило. Можно добавлять. То есть, вот я доделаю, и вы увидите, уже готовая работа. Такое образится, да? Завтра уже к вебинару. Зато вот уже с натуры память уже останется. Да. Самое главное, что мы нарисовали тот сюжет, который мы увидели во время рисования с натуры. Всё, что мы рисуем с натуры, это самое большое и самое яркое впечатление в жизни. Дорогие друзья, я приглашаю вас завтра на вебинар, в котором мы будем знакомиться. И с ещё одной интересной техникой для тех новичков, которые ни разу не видели её. Окунётесь, приготовьте листочек бумаги акварельной, возьмите карандаши, резинку. Будет очень интересно. И у вас обязательно всё получится, обещаю вам. Я, Зинаида Владимировна Голубева. Да, друзья, приходите. Привет вам из Ялты. Регистрируйтесь на стене в нашей группе Пост. Кто не записался, получите список материалов и небольшой урок бесплатной записи для тренировки. Маленький тюльпанчик нарисуйте сначала так простенький, а потом в вебинаре будем рисовать уже с вами махровые красивые розовые тюльпаны. Всего хорошего вам дня, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»